МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первые упоминания о марийцах в письменных источниках известны еще с VI века. Сейчас же, как и в древние времена, марийцы ласково называют себя Марии. Основная часть этого народа проживает в республике Марий-Эл, а также на пограничных территориях Поволжья и Приуралье. Мы расскажем о восточных марийцах, которые сформировались за пределами основных территорий проживания. Как раз к этой группе относятся марийские населения при Камье. Марийцы Пермского края вместе с марийцами, которые проживают в республике Мариял, в республике Башкортостан, Свердловской области, относятся к особой группе восточных марийцев. Это достаточно многочисленная группа, по численности она составляет более 100 тысяч человек. Чем характерны марийцы этой группы? Во-первых, они близки к луговым марийцам, которые расселены на луговом берегу Волги, в республике Мариял и сопредельных территориях. Но на территории Пермского при Камье тоже произошла консервация марийских традиций. Мы говорим о том, что они достаточно хорошо сохранили свои традиции. Марийцы не были христианизированы, исламизированы, как и удмурты, и поэтому сохранили древнюю систему верований. В марийских деревнях до сих пор стоит священный рощик, где когда-то совершались моления богам. Сегодня уже вот эта ритуальная практика исчезла из жизни марийских деревень, но священная роща об этом напоминает. Марийское переселенческое движение на Урал закончилось в середине 18 века. Сейчас в Пермском крае проживают чуть больше 4000 представителей этого народа. А потомки переселенцев до сих пор проживают в деревнях Октябрьского, Кишерского, Чернушинского и Суксунского районов. К слову, именно в Суксунском районе живет больше всего марийцев – 1275 человек. Активно марийцы переселились и в Пермь. Здесь в 2002 году был создан Общественный марийский национально-культурный центр, который объединяет марийцев, прибывших в Пермь как из нашего края, так и со всех территорий России. Наш марийский центр создан так по инициативе наших марийцев. Я долгое время сама в миллионном городе не знала никого. Только в 2003 году создали марийский центр и потянулись наши марийцы. И со дня открытия марийского центра мы проводим различные мероприятия по сохранению нашей культуры. Проводятся марийские творческие встречи с марийскими коллективами из разных регионов нашей России. Как говорится, людей посмотреть и себя показать. При общественном центре существует ансамбль «Памаш», что в переводе с марийского означает «родник». Но главное для общественного центра – сохранение культуры марийцев в Прикаме. Мы участвовали совместно в празднике Пелэда-Шпаре, праздник цветов, который проводится в деревне Сосганке в Суксунском районе. Праздник цветов объединяет всех марийцев из разных регионов. Этот праздник всегда проводится после посева, после посадки. Проводили мастерицей Степановой Ероидой мастер-класс по марийской вышивке. Наша вышивка марийская очень ценна. Она не просто была украшением костюма, но была и оберегом. Действительно, особое уважение вызывает отношение марийцев к своему национальному костюму, который украшен уникальной вышивкой. Сам узор выполняется с изнаночной стороны, а рисунок получается на лицевой стороне. Пермских марийцев сразу можно узнать среди всех марийцев по вышивке и орнаменту. Раньше окрашивание нитей и тканей производилось с растительными красителями. Например, кора крушины красит нити в темно-коричневый цвет, а кора ольхи использовалась для окраса в белый, черный и синий. Вышивали такие орнаменты, видите? Вот это вот такая окраска, это из ольхи. А черная краска специально держали овечку, маленькую овечку, она родилась. Первую стрижку, мягкая, тонкая, эту стрижку пускали вот сюда на нитки. Это зеленая, зеленый цвет, мох стелется, вот в лесу мох стелется. Из этого мха красили белую, тоже шерсть такую же белую делали и красили нитки. Также у каждой марийской женщины есть несколько главных уборов. Они называются шлык и напоминают клюв. А платье рубаха называется алача. Но главное украшение каждой марийской дамы – это расшитый нагрудник яга. В деревне Красный Лук Суксунского района живут мастерицы Осиповы, мама и дочка, которые по сей день изготавливают эти украшения в соответствии с древними традициями. Но немного на современный лад. Это, можно сказать, семейное ремесло их семьи, которое передается уже в нескольких поколениях. У меня две сестры были. Мама такая рукодельница была. Я с детства научилась этот свистером. Тетя Марзи мне показала, что шурма. Один раз она показала, а я все это усвоила. После этого я умею делать этого. Раньше носили, и мы так продолжаем. Раньше были такие нагрудники. Я решила старинные рисунки все-все-все обновлять с современными висерами. Тут очень трудоемкая работа. Смотрите, какая. У них возможности не было. Старинные висера были, а сейчас современные все красиво смотрится. Монетки – это достаток, богатство. Без денег-то никуда. И раньше это уже сначала достаток. Но оберег, вот это все оберег. Глаза-то ваши сразу сюда смотрят, не ко мне в глаза. К слову, на создание одного такого нагрудника уходит примерно один месяц. В Марийской деревне у каждой девушки есть такое украшение оберег и национальный костюм. Их обязательно надевают по праздникам. Существует и традиция передачи такого костюма «Из поколения в поколение». Наглядный тому пример – ансамбль «Эр-Ужара» из деревни Сызганка. Они сохраняют марийскую культуру и семейными костюмами, и народными песнями. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Еще в марийских деревнях принято играть в народные игры, например, «Менге». Смысл ее в том, чтобы водящий поймал хотя бы одного человека из бегущей на него пар. Культуру марийцев просто невозможно представить без праздников и ритуалов. Они сохранили древние обряды своего народа. Один из самых, наверное, известных в Пермском крае ритуалов, которые совершаются в марийской деревне, это обряд изгнания шайтана из деревни, или сурамужо, злого духа сурамужо, как называют это марийцы, который проходит ночь с 5 на 6 мая ежегодно в деревне Красный Лук Суксунского района. Жители деревни собираются на окраине, разводят костер, читают особую молитву, а затем с криками, с шумом, с трещотками обходят каждый дом деревни, где хлистают хозяев можжевелыми ветками, выгоняя тем самым злого духа, и просят хлеб, яйцо, соль и картошки. Часть из этого закапывается землю, это предназначено духом земли. Одним из главных праздников для марийцев является Симык. Это день поминовения родителей. И такой праздник, как Пилы-Дыш Пайрем, праздник цветов. А какой праздник без угощения? У марийцев подается рыбный пирог, квас из березового сока, молочные блюда, например, туара, то есть сырники. Основой марийской народной кухни являются дары лесов, полей, рек и озер. Рыба, дичь, грибы, всевозможные травы и ягоды, даже борщевик. Характерной особенностью многих марийских блюд является их кислый или соленый вкус. Это касается даже оладушек. Мы сегодня будем готовить традиционное марийское блюдо омгамюна. По-русски это оладушки перед печкой, которые готовятся. Нам нужно будет дрожжи, водичку, значит, тёпленькую туда наливаем, помешиваем, ложечку сахара, значит, добавим соли маленечко, помешиваем, и ещё туда добавим на яйцо. Помешиваем всё это, значит, и теперь будем добавлять муку. Поставим мы тесто, подниматься маленько, подниматься через часок, и получится пышное-пышное тесто. Это дрожжевое тесто у нас получается перед печкой. Они очень любят оладушки. Вот какое тесто у нас. Мы поставим его подниматься. Вот наше тесто подошло. Вот какое у нас пышное. Так, сейчас маслом я намажу, значит, сковородку. Перед печкой вот так у нас раньше бабушки пекли. В калабушку мы ещё подаём масло. Приятного аппетита! Такие сытные оладушки чаще всего подают, как несладкое блюдо. Но и сладкие варианты тоже возможны. Морийцы любят свой язык и чтят его. Дети читают книги и изучают поэзию. Например, стихотворение «День рождения» марийского поэта Ивана Крылы. Маян таче, шоць макече, капкал мучка вир модес. Маям ашта смаривате, или мане шерте меж. Тача угоч уикдене, тингалам май чот мураш. Шергал кайзе, маян мура, тиня мучка ярамваш. Пермские марийцы, сохранившие в трудные годы свои обычаи, традиции, обряды и культуру, достойны уважения. И могут вслед за поэтом сказать «Я здесь живу! Маня старинная!»